Да. Ну, здравствуйте. Сейчас, я на балконе сижу, тут фон, это не мешает немножко. Чуть-чуть слышно, я думаю, но не важно. Мы продолжаем обсуждение чудес в книгах Танаха. Я думаю, что это как бы последняя лекция про чудеса, а в следующий раз поговорим про что-нибудь другое. В прошлый раз мы обсуждали всякие редкие и уникальные события, которые происходили при выходе евреев из Египта, и это обсуждалось в книге «Исходы» и в других книгах Тора. Сегодня мне хотелось бы обсудить чудесные события, которые происходят в книге Юршуа Шуфти. Давайте мы сделаем сейчас share screen. Видно сейчас все? Нет, пока что нет. Share screen. А, окей, share. Да, сейчас должно быть видно. Да, видно, все отлично. Да, все видно. Это заголовок, это третья встреча по поводу чудес в Танахе. И заголовок к этому, что чудеса, они скрытые, они явные. Теперь давайте мы открываем книгу Юршуа, и перед нами сразу чудесное событие, «Раступление вод Ярдана». Это событие, оно идет в паре с вот как с раступлением Красного моря. Как Моисей, так сказать, провел народ посоху через Красное море, также Юршуа провел народ посоху через Ярдан. То есть, вся история исхода из Египта, она как бы начинается чудом, связанным с раступлением воды, и заканчивается чудом, связанным с раступлением воды. Вот Ярдан. И происходит это примерно в одно и то же время. У Моисея это было там короткое время после Песоха, а история с Юршуа – это 10-го Ниссана за несколько дней до Песоха. Вот описание этого события, которое мы читаем в книге Юршуа. Оно довольно подробное. То есть, тут не просто написано, что море раступилась, а есть еще сообщение, что Ярдан выступает из всех берегов во все дни жатвы. Написано, где именно остановились воды далеко у города Адама, который возле Цартана. Давайте посмотрим, где это по карте. Вот у нас карта. Вот Галилейская. Вот Кенерет. Вот Мертвое море. Вот Иордан течет. Вот город Ерехо. Вот это степи Муава. Вот так, видимо, евреи шли. И вот здесь переход. Ну, я думаю, что многие из нас были в этом месте и видели, так сказать, вот Гильгаль. Вот так выглядит это место сейчас. Там, где евреи переходили и Ордан. Ну, посмотрим мы на это, и выглядит все это, конечно, очень несерьезно. То есть, такую речку перейти, в общем, даже и чудес для этого устраивать не нужно. Но отметим, что эта картинка, она летом. А евреи переходили это перед Песохом. Это половодие. А в половодии это выглядит вот как. Видите, фотография наводнения в реке Иордан в районе Гешер-Аленбе. Это вот примерно то самое место. Февраль 35-го года. Но это феврально переходили время. В апреле, но все равно. В общем, такую водную преграду, это действительно серьезное дело перейти. То есть, для того, чтобы ее перейти, действительно нужно устроить чудо. Теперь, как это могло быть устроено? У нас в тексте написано четко, остановились воды далеко, города Адама. То есть, вот города Адама, а вот переход, где евреи переходили. То есть, не прямо в этом месте воды остановились, а остановились очень далеко. Что там могло быть? Вот давайте посмотрим. Тут по-английски написано, я сейчас буду переводить. Вот это Иордан в том районе, где город Адам. Где Гешер-Адам. Видите, какие у него берега? Это не камни, это лес. Это Иордан подмывает эти берега. И вот вся эта мягкая почва, она может обвалиться в Иордан и его заблокировать. Оказывается, это было зафиксировано. Вот 1267 год нашей эры. Было в 1546 году нашей эры. То есть, вот подмывалась лес берега, Иордан был блокирован в этом месте. И внизу, естественно, несколько часов не было воды. Теперь, вот уже совсем реальная фотография. В 1927 году было землетрясение. От землетрясения там тоже все поехало, обрушилось. И вот это, вот видите, так сказать, оползание, который перекрыл течение реки Иордан на 27 часов. За такое время перейти Иордан-Косову, но проблем. Получается, что вот это чудо Перехода Иордана, оно технически, да, нахрана. Не слышно ничего. Подключи микрофон, а. Ладно, продолжаем. Нет, ты хочешь что-то сказать? Продолжаем. Значит, технически перекрыть воду Иордана не нужно было, так сказать, менять закон мироздания. Просто, так сказать, вот в этом месте произошел оползень, мог произойти оползень или землетрясение. И дальше, вот, все это нижнее течение Иордана, оно сухое. И переходить нужно, можно спокойно переходить. Вот описание событий, которое очень, оно соответствует этому сюжету. То есть, воды остановились именно там, где они остановились во все другие разы, когда течение воды Иордана не перекрывалось. Получается, что это чудо, оно в том же стиле, в котором чудеса исхода. То есть, фокус не в том, что именно произошло, а фокус в том, что произошло нужное событие в нужное время и в нужном месте. Ну, мы можем сказать, может быть, Яшел уже там ждал несколько дней, они там почти месяц стояли возле. Может быть, он поджидал, чтобы вот как раз такое произошло. Но, смотрите, так сказать, такое событие, как мы видим, бывает раз, так сказать, в несколько сотен лет. И вот оно оказалось тогда, когда надо. Вот так все подыгралось. То есть, это как бы еще один пример, который говорит о том, что Всевышний предпочитает делать чудеса незаметно. Так, чтобы, так сказать, ну, чтобы мы не слепо Ему доверяли, а чтобы наша вера не была слепа, короче. Вот так. Теперь, что было дальше? Дальше у нас другое, чудо другого толка. Сейчас, как мы помним, евреи перешли через Ярден, потом было взятие Иерихо, и взятие Иерихо происходило тоже чудесным образом. Всевышний сообщил Йошоу план, чтобы обходить стены Иерихо, чтобы трубить шофар. Значит, как это объяснить, я, честно говоря, не знаю. Одна из версий, что там могли делать подкоп и звуками шофара, так сказать, отвлекать звуки. Но это, я не хочу это обсуждать. У меня, как бы, нет еще сформированного мнения по поводу того, как происходило взятие Иерихо. А вот следующее событие, как битву при Гевоне, как Йошоу останавливал солнце, вот про это я хочу поговорить. Потому что это событие, оно немножко другого плана. Это, то есть, очень, как бы, явное чудо, но оно, на мой взгляд, устроено не так, как все предыдущие. Давайте вспомним, что происходило. Йошоу взял Иерихо, победил Иерихо. Потом была битва при городе Ай. И после разных перипетий этот город тоже попал. А потом пришли жители Гевона и заключили союз с евреями обманным путем. А потом хаманейские цари на этих переметнувшихся напали. И они попросили помощи у евреев. Евреи пришли им на помощь. И была битва при Гевоне. И после этой битвы произошли вот эти события. Так сказать, что остановилось солнце и луна. Вот, так сказать, картинка это вот Йошоу, битва. Вот вроде солнце, а вот луна. И они вроде стояли весь день. Это считается, как бы, очень важное чудо, которое сделал Йошоу. И это, опять-таки, симметрия с Моисеем. Что, как бы, показать, что преемник Моисея, он тоже может, преемник Моисея, он тоже может совершать чудеса такого же, как бы, масштаба, как были у времена Моисея. Но тут мне хочется поспорить. Давайте посмотрим на эти события более пристально. Вот одно из объяснений. Значит, это мой любимый Колин Хамфрис, который говорит, а, наверное, там было солнечное затмение. Значит, как это, вот тут, как бы это могло быть? Не просто солнечное, а такое, а новое, кольцевое затмение. Что луна закрывает солнце. Тогда что получается? Что когда начинается затмение, то становится темно. И темнеет. Это могли подумать, как будто бы начинается ночь. А потом затмение кончается, и как будто бы наступило утро. То есть затмение вроде бы можно интерпретировать, как короткая ночь. Но мне это объяснение не нравится. потому что солнечное затмение, оно очень короткое, там 7-10 минут всего-навсего. Во-вторых, при затмении, мы до затмения, мы видим только солнце, луну мы не видим. А в этом описании, так сказать, есть и солнце, и луна. Поэтому мне это объяснение не нравится. Давайте посмотрим, так сказать, на другие объяснения. Так сказать, прежде всего спросим, а бывает ли вообще небесные события во время битвы? Оказывается, мы знаем из исторических книг, во время битвы бывает солнечное затмение, или что-нибудь еще. И это такой важный знак для битвы. Вот, оказывается, такая ситуация была совсем недавно, 1879 год. Это время Первой Алии. Была Зулусская война, и там произошло солнечное затмение. Это англичане против зулусов в Южной Африке. В общем, зулусов победили. Из-за того, что они истолковали солнечное затмение как бы в свою пользу. Вот картинка, это одна из тяжелых поражений англичан в колониальных войнах. То есть затмение бывает во время битвы. И технически это могло быть во время битвы Юршуа с канонейскими царями, но описание этого события в Танахе оно не очень похоже на затмение. А честно говоря, это сейчас. Теперь давайте посмотрим детали этого описания. Юршуа говорит Солнце стоит у Гевона, Луна у долины Айалон. А второй момент. А мы можем видеть Солнце и Луну одновременно на небе? Оказывается, можем. Я не знаю, в Израиле это видно, в Польше не выхомеши. Правда, это довольно часто видно, но правда мы должны обратить внимание вот на что. Солнце светит само, а Луна отражает свет. Поэтому, когда Солнце и Луна видны одновременно, то выпуклая сторона Луны, она должна смотреть на Солнце. Солнце его освещает. Если они видны одновременно, должно быть вот так. Запомним это. Теперь посмотрим на диспозицию битвы. Вот у нас Гильгаль, откуда шел Йошуа. Вот Гивон, это деревня Аль-Джип напротив Гивадзеева сегодня. Это как бы 443-я дорога. Теперь битва была при Гивоне, дальше евреи пошли, преследовали развитого врага по спуске Бейтхорон, и дальше вот здесь произошло чудо, а именно с неба падали камни, и что-то такое произошло с Солнцем и Луной. Причем Солнце стояло над Гивоном, а Луна над Айолоном. Теперь вот та же самая карта в большем масштабе. Вот Гильгаль, вот Гивон, а это вот здесь долина Айолон, а дальше евреи преследовали разбитых хананей. Вот маршрут преследований. Теперь по описанию, вот смотрите, битва была, евреи, что написано в описании, евреи шли всю ночь от Гильгали до Гивона, это где-то 35 километров, битва была утром, разбили врагов и стали их преследовать, и судя по описанию события, вот чудо, когда остановилось солнце и луна, происходит вечером, потому что его смысл в том, чтобы дать евреям возможность преследовать врагов, то есть как должно быть перед событием, солнце должно быть на западе, вот тут, над Средиземным морем, а луна, как мы знаем, над долиной лох, то есть должно быть что-то в этом роде, то есть солнце видно вот так, а луна видна вот так, теперь, что должно происходить после события, луна у нас теперь над Гивоном, видите, евреи вот здесь, Гивон вот здесь, а луна здесь, так луна неправильная фаза, она должна быть, вот это место у нее должно быть повернут к солнцу, то есть луна должна быть вот так, так, представляете себе, евреи смотрят на Луну, и вдруг Луна поворачивается на небе. Ну, это событие как бы не менее... Это во-первых. А, во-вторых, Солнце, вот было Солнце вот здесь, а после событий перескочило сюда. То есть это чудо почище, чем если бы просто Луна и Солнце остановились. То есть мы по тексту понимаем, что Луна и Солнце просто остановились. Фокус в том, что они остановились неправильно. То есть когда евреи находились вот здесь, так? Солнце-то было, это же вечером, Солнце на западе, а сказано, что стоит Солнце над Гевоном, а Гевон на востоке. Луна должна была быть здесь и смотреть на Солнце. Если Солнце теперь на Гевоне, то Луна должна развернуться. То есть это как бы слишком. То есть это не просто Солнце и Луна остановились, они должны еще по небу скакать. В общем, ничего-то здесь у меня не вяжется. Так? Второе объяснение, оно вот какое. Сейчас мы вернемся. А может быть, все это происходило утром. То есть вот когда Солнце у нас остановилось, это было утром. Утром Солнце находится вот здесь. Ну, так сказать, это возможно технически, но непонятно зачем. Давайте прочтем описание событий. Попал Иошоу внезапно, всю ночь шел из Гельгаля. Вот он идет из Гельгаля всю ночь. Утром битва в Гевоне. Дальше они воюют весь день, воюют всю ночь. И Солнце у них встает над Гевоном. В общем, и после этого, так сказать, возвратился и ушел весь СССР в станг Гельгаля. То есть это две бессонных ночи и два похода по 30-40 километров. Ну, это совершенно не вяжется. Так сказать, и непонятно зачем Солнце останавливалось. Потому что когда, если это было утром, так и так типа светло. В общем, мне кажется, что там было что-то типа кометы. Значит, комета во время битвы бывает. Если вы знаете битву при Гастингсе, это когда Вильгельм Завевыватель завоевывал Англию. Там была комета во время битвы. И здесь, судя по всему, такое чувство, что это был или метеорит, или комета. Смотрите, как описание событий. Вот они бежали, это враги, от Мурада Бейтхарон, и Господь бросал на них камни большие с неба. То есть, это не просто град, это камни падали. Это похоже на комету или метеорит. Давайте сравним вот с другими похожими событиями. Вот был Тунгусский метеорит. Тунгусский метеорит. Это 30 июня 1908 года. Вот венки, которые там где-то были рядом, свидетельствуют. Второе солнце они видели. Это было, метеорит был рано утром. И они видели второе солнце. А вот другой персонаж, английский археолог. Он был современник событий. Он был в Южной Англии и мог читать газету в середине ночи. Ну, смотрите, 30 июня это, конечно, период белых ночей, но в Южной Англии нет белых ночей. Теперь оказывается не только в Англии, вообще в всей Северной Европе. Вот несколько дней во время событий Тунгусского метеорита были необычайно светлые ночи. Как это выглядит? Вот Челябинский метеорит, мы помним. Так? Смотрите, он упал полдесятого вечера. То есть должна быть ночь. И вот он заснят. Во-первых, светло. Во-вторых, это видно, как второе солнце. То есть нормально солнце зашло, а это видно, как солнце. И описание того, что происходило во времена Южуа, оно очень похоже на то, как если бы во время битвы выпал метеорит. не в этом месте. Он мог выпасть где-то далеко. Но комета-метеорит это, так сказать, комета это цепочка камней. И метеориты, они как бы большинство от комет. Поэтому если комета прошла рядом, и от нее выпали большие камни, и какие-то из них сгорели в атмосфере, они выглядели как второе солнце. это вполне как бы мне это кажется наиболее вероятное описание того, что было. Единственное, что это второе солнце, оно все-таки видно короткое время. Оно не может стоять как бы довольно долго. Но зато все небо светлое. И это именно то, что было нужно евреям, чтобы преследовать врагов. Теперь посмотрим другие хроники. Есть хроника Хеттов. У них там был знаменитый царь Мурсили. И вот он описывает, что во время в их хрониках описано, что во время одной из битв упал метеорит. Вот описание прям конкретно из этих хроник. Я извиняюсь, мне дали возможность подключиться. Вы не увязываете события с Ешоа, с царем, по-моему, Ихисхель, которому было знамение, когда солнце спускалось по ступеням. Это мы отдельно поговорим. У меня есть отдельный рассказ. Я просто думаю, что можно было бы как-то увязать с этим. Нет, нет, там другое объяснение. Здесь я хочу сказать в хитийских хрониках это минус. Мы не знаем, когда происходили события с Ешоа. И кто-то выдвигал версию, что это собственно то же самое. Это метеоритный дождь во время битвы. Есть люди, которые относят события с Ешоа к этому году, 1322 год до нашей эры. Ну, неважно. Я хочу сказать, что во время битвы бывают и затмения бывают, и метеориты бывают, и вот это обисание, у него там метеорит убил противника вот этого уза зеки. Все это бывает. Теперь сейчас еще одно свидетельство по поводу того, что это могла быть комета. Вспомним, что было незадолго до событий в Гевоне. Перед тем, как Ешоа брал Ерехо, ему встретился ангел. Как он описывает этого ангела, человек с мечом. Теперь вспомним, как Давид описывает ангела, который он видел на Гумне Арнана, на том месте, где он впоследствии построил храм. А Давид увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, меч, обнаженный в руке. То есть Давид видит меч, грубо говоря, на небе. А вот картинки комет из средневекового справочника. В общем, очень похожи на меч. То есть комета на небе, она похожа на меч. Когда Иошо, и Давид описывают, что они видели ангела с мечом, то вполне возможно, что это было видение кометы. То есть вот мне кажется, что комета или метеорит это самое разумное объяснение того, что происходило. Вот аргументы за это. Камни с неба падали, ночь светло было, солнце дополнительное, Иошо увидел на небе кометы. А то, что с этой версией плохо увязывается, вот это описание, что остановил солнце посреди неба, не спешил к заходу почти целый день. Вот это не похоже на комету. По этому описанию как бы солнце и луна находились в каком-то месте и вот так и стояли долго-долго. Как это объяснить, я не понимаю, но заметьте, что по описанию события солнце остановилось в совершенно неправильном месте. Еще раз я посмотрим на карту. То есть солнце остановилось на востоке. Вот здесь евреи, солнце остановилось вот здесь, а луна остановилась вот здесь. В то время как солнце по идее должно было быть на юге или на западе. То есть что-то в этом описании не так. но я бы сказал, что и мне это важно. Мне это событие, это чудо, оно бывает какое-то смешанное чувство. Оно совсем не такое, как все предыдущее. И вот почему. Мы скажем так, а зачем это было нужно? Кто это заказывал? по описанию это происходило как бы само по себе. Не было такого, что Господь сказал, я вам помогу. Это после событий Иошо говорит, что нам помогло. Теперь, было ли это событие важным? Смотрите, когда расступались воды Иордана, это было важно, нужно было перейти через него. Когда расступались воды моря, ясно, что это была помощь Всевышнего. А здесь что? Смотрите, что произошло? Евреи уже победили врагов в битве за Гиббор. Евреи преследуют разбитых врагов. И вот только для того, чтобы поэффективнее преследовать этих врагов, происходит чудо такого масштаба. Ну, в общем, размеры чуда не соответствуют размеру событий. Оно технически вообще не было нужно. Такое впечатление, что это событие того же типа, что во время битвы появилось затмение или комета, который, кстати, не факт, что помогает одной стороне, а не другой. Это так же, как при футбольном сражении кому солнце светит глаз. Это что, так сказать, помощь Всевышнего или нет. То есть здесь скорее всего произошло какое-то естественное событие, которое было истолковано как чудо совершенное Всевышнего для того, чтобы помочь евреям. А на самом деле евреи прекрасно справились и без этого чуда. Вот так. То. Сейчас. Значит, мы с этим закончили. Теперь я хочу поговорить про чудо с гидоном из шерсти. Но пока давайте сейчас с вопросами. Хорошо? То есть если у кого-то накопились вопросы, давайте спросим сейчас. Сейчас. Я хочу не вопрос, переход через Ордан. Если там мы считаем, что довольно много было евреев, столько, сколько написано в торец, то они не могли все в одном месте быстро перейти. они переходили на довольно большом участке. Нет, мы говорили в прошлый раз. 600 тысяч мужчин это абсолютно нереальная цифра. Но я не была в прошлый раз, да. Нет, это мы обсуждали то, насколько эта цифра нереальна в прошлые разы. У меня такое впечатление, что в евреев было где-то всего 5,5 тысяч мужчин, то есть 20 тысяч человек. Это вполне возможно перейти. Ну да, тогда да. если так, тогда нам. Цифра 600 тысяч, мы обсуждали это, 600 тысяч мужчин это цифра абсолютно несовместима ни с какой логистикой выхода из Египта. Например, выход из Египта занял бы неделю. Эта цифра, она совпадает только с одной, с одним расчетом, с финансовым отчетом. Может, делать финансовый отчет в свое время, вот там точно сходится, что было 600 тысяч евреев. Все остальное не сходится. Я в свое время была на демонстрацию, в которой было 400 тысяч людей, и это очень впечатляющее как бы зрелище, но вполне обозримое при этом. Не, не в этом дело. Там одно заражение такое. В нескольких местах евреи пьют воду из одного колодца. Начерпать воду на... Не, ну это да, это я могу понять, да. При том, что там есть вода, поскольку не было насосов, то ее невозможно достать. На хама не черпала воду, она точно не знает на 600 тысяч. Рыбку, рыбку надо было поднять, да. Смотрите. А подожди, тут руки под... Сейчас, секундочку, у людей руки подняты. Да, пожалуйста. Я включаю. Я маленькое замечание, вот, когда вы говорите о евреях, которые вышли из Египта, то я понимаю, это правильно, потому что среди этих евреев были сыны Исраэля и были множество других народов, как говорит Тора. А вот то, что касается, например, перехода с Ешо, там уже были только сыны Исраэля. Поэтому это уточнение к тому, что вы говорите. То есть, уже кто-то отпал по дороге. Меня слышно, нет? Да, слышно, отлично. Я вот что хочу сказать. Во-первых, хотел бы сначала по поводу Ерехо. Мне кажется, вполне очевидным такой вариант развития событий. Евреи ходят в течение семи дней вокруг города в полном молчании и не предпринимают никакую атаку. Значит, и это повторяется один день, второй день, третий, четвертый, и на стены города приходят не только те защитники, воины, которые готовы отражать, а уже собираются все. И особенно вот этот седьмой день пришли все, женщины, дети, потому что все спокойные, их никто не атакует, евреи даже не предпринимают. они вроде ходят и колдуют. И это загадочно, это и огромное, то есть все население собралось на стенах. В Ерехо там нет настоящих камней. Это собственно из ила глинистые собранные кирпичи обожженки. И они не могут быть очень крепкими. Есть там камни? Есть? Ну хорошо, неважно. И когда уже на седьмой день, они семь раз опошли и это вызывает чрезвычайный ужас, страх, колдовство. Знаем, насколько люди в те времена верят в всякие колдовства, магию в колдовство. И собралось огромное. И вдруг неожиданно для всех евреев выхватили шафары, трубы и громко затрубили. Это произвело просто психологически сильнейший эффект. Они все население паники отпрянуло в ужасе, в страхе. И вот это вот паническое вдруг, то, что они отпрянули, вполне могло привести к тому, что в каких-то местах стены обрушились и обрушилась. И через эти обрушенные места ворвались евреи, обрушивая и в дальнейшем стены. Это что касается взятия Иерихо. Что касается вот сейчас комета или метеориты при битве Иерарху и Бенун, то здесь тоже евреи идет битва, тяжелая битва, почти целый день, и вот евреи уже начинают одерживать победу, то есть начало какой-то перевес. И в этот момент комета, метеориты, то есть такое всякое явление, которое могло опять произвести сильный психологический эффект на войска противостоящие и они восприняли это, что за них воюет Бог, что здесь вмешиваются нечего, высшие силы и это усугубило то есть они усугубило эффект, пораженческий эффект и они обратились в бегство и поэтому евреи могли это расценить как вмешательство высших сил в свою пользу, а те расценили это тоже как вмешательство высших сил в пользу евреев и началось паническое бегство и что ускорило победу войска Игорь Шубин в общем так это мне видится ну сейчас давайте я сейчас возражу сейчас давайте сделаем share screen снова видно видно все да нет сейчас не видно подожди я сделал share screen широкая да сейчас видно видно да видно по поводу обрушения стен ерехо то есть то что у них стены рухнули под весом участников это может быть один из факторов нет я вполне согласен а вот по поводу битвы при гевоне тут по тексту получается иначе смотрите битва была вот здесь гевон это между где это сегодня находится это между кевершмуэль и гевадзеев а солнце остановилось когда евреи преследовали врагов и были вроде бы хоронов то есть что произошло битва прошла кончат все евреи уже победили евреи преследуют разбитого врага никакой нужды специальной останавливать вообще делать такие события вселенского масштаба нету вспомним как евреи воевали с самолетом это же был вопрос жизни и смерти ну и что Всевышний совершил чудо Моисей просто поднимал руки евреи смотрели на эти руки и одерживали веру то есть тогда такое чудо нужно было бы сделать во время битвы с самолетом и Всевышний не стал этого делать евреи должны научиться воевать сами а здесь это уже как-то драка кончилась уже кулаками уже перестали размахивать и тут такое событие к чему я клоню это конечно чудо но это естественное явление которое евреи столковали грубо говоря свою пользу вот так скажем оно это явление не помогло серьезно ни для чего то есть евреи уже как бы справились с врагами и так без этого я думаю что это ускорило это ускорило ускорило разгром нет с разгромом там все сложное значит хорошо поговорим дальше смотри книга Йошуа она сама она производит немножко странное впечатление она такое впечатление что склеена из двух каких-то книг например можно заметить что Йошуа там два раза дает завещание так а вот рассказ с битвой при Гевоне он тоже очевидно склеен из двух кусков один рассказ про битва вот видите начинается так на Памоних и ушел внезапно всю ночь шел из Гильгаля потом это видите здесь много стихов я какие-то пропустил возвратился Йошуа весь Исраиль встан в Гильгаль а те пять царей убежали и спрятались значит сейчас вот вот до сюда первый рассказ сейчас извиняюсь сейчас одну секундочку у меня сбил немножко вот до этого многоточия первый рассказ потом начинается второй рассказ пять царей убежали спрятались в Македе сообщено было Йошуа видите вот Македа и Йошуа снова приходит вешает этих пять царей и этот второй рассказ кончается той же самой фразой возвратился Йошуа весь стан Гильгаль что получается значит 35 километров битва после битвы Йошуа возвращается обратно в Гильгаль а его войско поймало царей в Македе прибегает ему сообщить и он так сказать снова идет в это же место но он что мальчик бегать по кроссу по 70 километров в результате ясно что тут не так вот эта фраза возвратился Йошуа весь сострадительный стан Гильгаль она здесь лишняя она то есть это как бы был один рассказ а преследование царя это был другой рассказ и так сказать один рассказ как бы заканчивается вот здесь все кончилось победа преследование это вообще другой совершенно рассказ вот так поэтому так сказать и чудо здесь оно как-то повисает в воздухе оно в общем здесь не очень-то и нужно хорошо значит тогда так я планировал поговорить еще про историю с Гидоном но у нас есть на это время или нет или нет проблем нет проблем нет проблем или кто сейчас давайте иначе вспомнили про сейчас не буду про Гидона а про царя Ахаза кто вспомнил про царя Ахаза сегодня сейчас одну секундочку история которая произошла я планировал в какой-то другой раз но можно быть мы и сейчас расскажем сейчас вот она еще не совсем подготовлена ну ладно вот так история солнечные часы царя Ахаза книги Хискеля написано ну подожди книги Хискеля книги царей и книги Ишаяу описана история которая произошла с царем Хискеля а именно царь Хискеля заболел и приходит к нему пророк Ишаяу говорит все кончились твои дни Хискеля как-то помолился и попросил еще раз пророка Ишаяу проверить свою судьбу и пророк Ишаяу сказал что ему еще он излечится от своей болезни и вердикт в его отношении изменился и тогда Хискеля говорит просил знамения и знамения вот такое пройти летение 10 ступеней и возвращаться назад на 10 ступеней и Хискеля просил это Ишаяу говорит пускай на 10 ступеней вернется назад и вот картинка царь Хискеля на смертном ложе больное пророк Ишаяу а вот солнечные часы солнечные часы мы знаем это гноман от него тень движется и вот он может быть вертикальный и горизонтальный это просто картинка вертикальный гноман и вот они смотрят за тенью она движется туда-сюда теперь тут переводится ступени но видите ступени молот а градусы тоже молот поэтому ноябрить это звучит как бы тень может на 10 градусов сделать и вот как будто бы солнце ходило туда-сюда и вот а вот то же самое описание в книге Ишаяу и возвращают тень ступеней которая спускалась по ступени солнечным назад на 10 ступеней и вернула солнце на 10 ступени назад что могло происходить вот это такое явление есть ложное солнце это хало это явление которое похоже на радугу вот как мы знаем когда на солнце после дождя есть радуга это преломление света в капельках воды и радуга находится там под определенным углом от солнца а если у нас не вода а лед то вокруг солнца вот это солнце вокруг солнца есть кольцо алло под углом 22 градуса это бывает зимой я сам это видел в Израиле несколько лет назад это бывает часто вот такое кольцо вокруг солнца но бывает что эти кристаллики льда они ориентированы горизонтально и тогда очень сильное отражение вот здесь и мы видим как бы вот эту реальную фотографию вот солнце а вот два ложных солнца это явление которое из класса радуги значит важно что вот этот угол он 22 градуса значит это такое же как у радуги это значит тогда что происходит например значит заходящее солнце и облачко которое закрывает так сказать вот эти ложные солнца и когда пророк Хискияу просит знамения то Ишаев ну говорит так сказать забирай что хочешь туда или сюда и значит и тут есть облачко которое закрывает солнце и или вот это два или вот эти два получается что у вас сначала было солнце потом облачко сдвинулось и солнце перескочило вот сюда или могло сюда перескочить вот такое объяснение то есть Всевышний не солнце двигал место на место а облачко регулировало то есть туда-сюда и вот значит у нас столб так сказать и вот как только облачко закрывает одно из ложных солнца солнца вот тень передвигается туда-сюда значит на самом деле такие события оказывается были зафиксированы в средние века там в Англии так сказать вот было что тень от солнца часов перескакивала туда-сюда вот примерно от этого события все такое было значит могло ли это быть вот то есть как бы сказать чудо есть но чудо не в том что солнце перескачивало скакало туда-сюда а чудо в том что ну облачко так сказать переходило туда-сюда Теперь, в чем там проблема? Для того, чтобы это все происходило, солнечные часы должны были быть вот такого типа или вот такого типа, видите? Но оказывается, во времена первого храма вот таких солнечных часов не было. Это удивительно, так сказать, вот такие солнечные часы с тенью, они появились только во времена второго храма. Во времена первого храма солнечные часы были другие. Вот такая была конструкция солнечных часов. Это археологи накопали. Они действительно мерили часы по тени, но они мерили не по углу, а по высоте солнца. Вот самые простые часы египетские. Просто дощечка и здесь маленькая стеночка. Вот тень. Длина тени зависит от высоты солнца. Понятно? Теперь, вот такие были продвинутые часы. Как это работает? Утром солнце вот здесь. И вот мы смотрим, какие ступеньки закрывает тень. Ну, а вечером, так сказать, солнце с этой стороны. Сейчас. А вечером солнце с другой стороны, и мы, соответственно, смотрим на другую часть. Понятно, да? То есть это часы, это как бы для утра, а это для вечера. Вот Игаль Ядин, археолог, вот он реконструировал ступень Ахаза. Значит, это уже как более монументальная конструкция. Здесь сделаны ступени, здесь сделаны ступени. И когда солнце высоко, то тень вот этой стенки падает на какое-то количество ступеней. А когда солнце с другой стороны, то мы смотрим, соответственно, на эти ступени. То есть во времена, так сказать, Хияу Ахаза солнечные часы были устроены, они искали вертикальную тень. И поэтому вот такое объяснение, оно не годится. Оно не годится как бы по другой причине, потому что это всего-навсего 22 градуса, это полтора часа, а там тень сдвигалась на 10 ступеней, а 10 ступеней, так сказать, очевидно, очень много, а не, в общем, не то. Что бы это могло быть? Оказывается, есть более редкое явление. Называется оно солнечный столб или, как бы, я не знаю, как по-русски это перевести. Это тоже из области Галло, это рассеяние света на пластинках льда. Значит, вот может быть вот такой солнечный столб, а может быть вот такое. И тогда, в общем, понятно, что могло произойти. Значит, смотрите, во времена, вот когда мы видим такую конструкцию, то солнце более ярче, чем вот это место. И тень мы видим от солнца, а не от этого места. Теперь, если облачко закрывает солнце, то дальше основной источник света будет вот здесь. И мы увидим, что тень перескочила на много ступеней. То есть, или как здесь. Например, вот в такой ситуации мы тень видим от низкого солнца. Но если это солнце закрыто тучами, мы будем видеть тень от вот этого источника света. Как будто бы солнце перескочило выше. Когда нам описывается вот эта история с Сарем Ахазом, там, заметьте, что там нет нигде описания, где находил солнце. Они наблюдают за тенью. Они не наблюдают за солнцем. А тень, так сказать, может перескочить. Так что это как бы, как бы сказать, это чудо. Сделано всевышно, все правильно. Но не нужно было солнце двигать. Достаточно было облачко подвинуть туда-сюда. Вот так. Вопросы? Ну, я еще хотел поговорить про историю с Гидодом, но это, по-видимому, в какой-нибудь из других разов. Окей. Так. Господа и дамы, выжившие при ликвидации. Ну, хорошо. Нежелательный элемент. Вопросы еще есть у кого-то? Или все? Все запуганы, наверное. Вопросов больше нет. Нет. Астрология-метеорология. Астрология-метеорология. Да. Окей. Ну, хорошо. Обдумывайте свои вопросы. В следующий раз можете задать. Технические замечания такое. На все наши занятия, которые мы проводим, будет в объявлении о занятии, да, будет линк для регистрации. Значит, это регистрация одноразовая на все лекции этого курса. Я ее подтверждаю автоматически, вручную, каждого просматриваю и подтверждаю. Но это один раз. Ну, посмотрим, будет ли это работать. Значит, соответственно, если люди со мной совсем как-то не знакомы, вы можете себе представить, что я не понимаю, о ком идет речь. Правильно, в полях имя и фамилия будущего участников писать что-то такое, чтобы как-то, ну, я более-менее ориентировался, о чем идет речь. Человек может написать на шеях, геула, не знаю, все, что он хочет. Что-то ассоциирующее его с нашей общей тематикой. Ну, хорошо. Все, Миш, огромное спасибо. Было дико интересно. Миша мне присылает материалы, которые он делает, презентацию. Ну, соответственно, я их выставляю, типа, на дропбоксе, линк добавляю в линк записи на YouTube. Хорошо? Можно слушать лекцию, а можно просто снять презентацию. ПДФ презентации лежит на этом сайте. Окей. Можно и так. Хорошо? На этом мы заканчиваем. Да, спасибо, спасибо. Картинки потрясающие. Картинки потрясающие. Я поздравляю всех нас с успехом. Многие из вас даже не заметили, как происходила ликвидация нежелательных элементов. Шесть штук я удалил, а вы даже не обратили. Вот на этой лекции? Ну, конечно. Как только начало все, как я сразу почувствовал. Послушай, я же сижу с этим, с автоматом. Как только я почувствовал, я тут уже захлопнул мышеловку и всех убил. Все. Ликвидатор. Тов, ну хорошо. Шаббат шалом. Все счастливые пока. Шаббат шалом, бай. Шаббат шалом. Пока. Немного юмора тоже.